Учебный год близится к завершению. Уже через три месяца 11-классники будут сдавать единые государственные экзамены. Пока выпускники усердно готовятся к предстоящим экзаменационным испытаниям, их родители вновь сели за школьные парты для того, чтобы самим пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ. А затем, используя полученный опыт, помочь настроиться своим детям. Подробности в следующем материале выпуска. Пункт сдачи единого государственного экзамена для родителей был оборудован в первом лицее. Здесь же экзамен будут сдавать и дети. Несмотря на то, что ситуация была только приближена к реальной, экзаменующиеся, конечно же, немного волновались. Председатель районного совета Григорий Литовко поддержал родителей и пожелал успешной сдачи ЕГЭ им и, что самое главное, их детям. Я хочу пожелать вам сегодняшнего удачного прохождения экзамена, чтобы вы получили ЕГЭ, чтобы вы пришли перед детьми, порадовались, сказали, а вот мы сдали ЕГЭ, а теперь вы давайте сдали. То есть, дайте фору сегодня вашим выпускникам. Поэтому я желаю вам всего самого доброго. Школа и мы все всегда будем поддерживать вас. Будем стараться все делать для того, чтобы наши дети получали достойное образование, а выпускникам, конечно же, всего самого доброго. Настраивайте сегодня своих деток на позитив. Обстановка на пункте сдачи ЕГЭ была максимально приближена к реальной. Родителей на экзамен пропускали после предъявления паспорта и проверки металлоискателям. Единственное отступление от правил – это небольшое собрание перед экзаменом, на котором руководитель пункта проведения ЕГЭ Виктор Таргонский рассказал собравшимся о том, как будет организован процесс. Вы сегодня попадете в две аудитории, которые копия в копию совпадают с тем, что будет у детей реально на экзамен. Ну, единственное, что может высота парт немного вас не устроит, потому что парт не стали поднимать, я так понимаю, потому что один день тут нет. А так вообще, в принципе, может быть неудобно, не обижайтесь. Вот кабинет начального взгляда находится на первом этаже. Это всё просто регулируется, условия создаются, освещенность, тепло и комфорт, и свежесть воздуха, и высота парт, и так далее, и так далее. То есть, всё, что вы увидите в аудитории, это реально увидят дети в реальный день проведения экзамена. Единый день сдачи ЕГЭ родителями – это всероссийская акция. Проводится она уже не первый год. Благодаря участию в ней родители поймут не только все технические моменты проведения итоговой аттестации, но и смогут понять эмоциональное состояние детей и поддержать их. Эта акция проводится во всей стране уже традиционно. Третий год она проводится. Призвана она быть проведена для того, чтобы родители понимали, что это не так сложно, как может казаться на самом деле, потому что от родителей очень многое зависит. Именно психологическое состояние ребёнка, когда он готовится к ЕГЭ. То есть, когда родитель сам прочувствует всю процедуру проведения ЕГЭ, он будет понимать, что это несложно, что это всё возможно при условии, если ребёнок готовится к ЕГЭ. Сдать ЕГЭ раньше своих детей и на собственном примере прочувствовать всю процедуру государственной аттестации решились около 30 славянских родителей. Я пришёл специально, чтобы посмотреть, как даются экзамены. У меня выпускается внук. Родители находятся сейчас на службе, поэтому приходится мне вместо их сопровождать нашего внука по учёбе. И когда мне предложили поучаствовать в проверочном экзамене, я с удовольствием согласился, потому что мне стало интересно, как это испытывает сейчас новый ученик и испытуемый на экзамене. Ну, соответственно, узнать, что как там происходит, чтобы внуку рассказать, чтобы он не переживал, чтобы внук не беспокоился, когда будет сдавать экзамен. Экзамен сдавали в сокращённом варианте. На выполнение работы отвели полчаса. Задачу ответить на все вопросы перед родителями не ставили. Важно было просто показать, что такое ЕГЭ. После окончания экзамена родителям объяснили, как проходит обработка экзаменационных материалов. Если готовиться и правильно настроиться, то сдать ЕГЭ не так сложно, как может показаться, в чём и убедились родители. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».